Во имя безопасности и благополучия граждан вот уже не один год стоят на страже правоохранителей Брещины. Страницы летописи истории структуры не раз были залиты кровью. Уже в первые дни Великой Отечественной войны милиционеры вступили в неравный бой с врагом. Приняли удар, как и другие военно-обязанные. В памяти тех, кто погиб в крепости в июне 1941-го, ветераны органов внутренних дел области возложили цветы у памятной плиты. Здесь же они получили свои заслуженные награды за активную жизненную позицию и помощь в воспитании подрастающего поколения. Спасибо вам за ваши годы и десятки лет, которые вы посвятили служению нашего государства в направлении охраны общественного порядка и обеспечению должного правопорядка в интересах нашей Родины. Ну и конечно же, все те годы независимости и все те годы национальной безопасности, они тоже сложились благодаря вам. Девять медалей, выпущенных столетию белорусской милиции, нашли своих заветных обладателей. Каждый из них старался и старается делать все возможное для того, чтобы ведомство развивалось. А молодые кадры имели поддержку и опору. Ветеранское движение в Брестской области по линии МВД очень сильное. Это благодаря руководителю Любарскому Георгию Васильевичу. Есть очень серьезное понимание этого вопроса со стороны руководства МВД. Поэтому видите сегодня сколько ветеранов было. И это нам радостно, торжественно. Эта награда, она, наверное, наиболее значимая, потому что уже с высоты прожитых лет смотришь и делаешь главный вывод, что касается белорусской милиции. Нам не стыдно смотреть людям в глаза. Это самые главные результаты действий работников милиции нашей страны. Кроме того, в рамках памятного мероприятия ветеранский актив УВД Брестского облсполкома вместе с начальником Александром Мастрейко посетил Свято-Николаевский гарнизонный собор, где для них провел экскурсию и познакомил с интересными фактами судьбы храма его настоятель, отец Виталий Хановец.